Всем снова здорово, дорогие друзья! С вами Повелитель Тьмы или... Нет, не Повелитель Тьмы, с вами Фрикстер. Добро пожаловать на канал! Вот, сегодня мы продолжаем играть с Call of the Heroeslayer, вот, и поролил я немножко, поролил, пока не нашел себе хороший стартовый черепок, потому что волк это хороший стартовый черепок. Я не знаю, есть ли возможно сейчас выбить какой-нибудь шута у этого охотника за головами, к сожалению, если нет, то очень печально, потому что раньше можно было. Вот, и сейчас мы возьмем две триньки, то есть нам нужно сначала подойти к этому двухголовому огру, взять триньку, потом поговорить с ним, и он даст вторую триньку. Ну, то есть дважды у него спросить кое-что, он даст две триньки, и вот сейчас мы с этими триньками пойдем изучать, продолжать сражаться. Вот, надеюсь, на этот раз что-то действительно хорошее, действительно качественное выпадет из косточек. Хотелось бы, наконец-таки, уже, знаете, такой, чуть ли не в самом начале хороший черепок, чтобы успеть к нему привыкнуть, до того, как мы попадем на последнюю локацию, потому что обычно я где-то на последней локе начинаю только, ну, уже получаю хороший черепок, вот. Но привыкать к нему, как бы, очень долго, поэтому, сами понимаете, очень много урона пропускаю, очень мало, в принципе, возможностей изучаю этого черепка. Так что, да, вот так, у-у-у-у, у-у-уху-ху-у-у, ура-ура-ура, как говорится, у нас фехтовальщик. Фехтовальщик это один из лучших стартовых на самом деле черепков, и если бы выпал он мне вместо, как же его называют, вместо волка, то было бы намного-намного круче. Но выпал он не и так, что очень-очень здорово, поэтому... Эй, блин, как я так напоролся на эту вспышку огня. Так, поехали. Ну что ж, кстати, дорогие друзья, если вы вдруг играете в эту игру, хотелось бы узнать ваши результаты, какие ваши любимые черепки, за сколько вы примерно проходите всю игру, ну, или все такое. То есть, хотелось бы узнать, как вы относитесь, в принципе, к этой игре, потому что вроде как она новая, мало кто играет, но при этом она довольно хороша для рогалика. Вот, поэтому пишите, описывайте свою ситуацию с этой игрой. Вот, понравилось, не понравилось, может быть, не понравилось по геймплею, поэтому не играете, но при этом хотите посмотреть, вот, так что, как бы, рассказывайте. Рассказывайте, я с удовольствием почитаю, конечно же, отвечу на комментарии, возможно, некоторые из комментариев попадут в следующий видосик. Вы этому тоже можете поспособствовать. Если комментариев будет достаточно много, то это, конечно же, произойдет обязательно, так что все в ваших руках, дорогие друзья. Окей, кстати, здесь у нас... Ой, успел помиться. Хорошо. Ой. Аккуратно. Вообще, наверное, крестик не вариант сейчас использовать. Точнее, ломать. Потому что у меня и так полное здоровье. Блин, у меня что-то зарепело в уровне, как обычно, в самый неудобный момент. Прошу прощения за подобный конфьюз. Вот, давайте сломаем алтарь на урон. В принципе, локация большая, так что арт-алтарь на урон в самом начале от локи, думаю, даже неплохо. Блин. Я зашел в этот дымок. Неприятно, конечно, но ладно, терпимо. Так. Все, со всеми справились. Конечно, не спидран, но как бы... О, критический урон увеличен. О, еще и скорость атаки. И можем еще на ближайшие 3 локации крит на 9% увеличить. Конечно же, мы это сделаем. В общем, все очень здорово. Кстати, горгуля тоже хороший стартовый черепок. Так что, если вам выпал... Ну, у... Охотника за головами, то возьмите обязательно. Потому что действительно хороший. Там есть такая фишка. То есть, когда вы подпрыгиваете и наносите урон в воздухе, вы замедляете... Ваше падение замедляется, но при этом еще так же скорость атаки увеличивается. Так что... Интересно. Ну, нет, я не хочу брать копьеносца. У него немножечко... В одну сторону. Ой, это криты так выглядят? Или мне показалось? Ау. И напоролся все-таки на выстрел. То есть, видите, такой диагональный удар идет. Это, видимо, крит так выглядит. Да, и крит довольно немного, я так понимаю, наносит урона. Хорошо. Так, дальше у нас босс. В принципе, мы почти фуловые. Давайте попробуем. У нас это лока еще крит. Ау, не получилось у меня применить способность, к сожалению. Ау. Да что ж такое. О, отлично. Можем нашей способностью хотя бы надамажить. Да сдохни. Спасибо. Ну, на самом-то деле, не так уж много потеряли. Всего 20 хп. В принципе, его сразу же восстановили после босса. Ну, после того, как с ним сразились. Ой-ой-ой. Блин, я подумал, что это огромный древень начал шипы призывать. Но нет. Вот этот парень... Прячется тут и призывает всякие шипы. Так, хорошо. На самом-то деле, фехтовальщик один все-таки из моих любимых коммонок. Одна из моих любимых коммонок. Вот. И даже если... Ну, то есть, первого босса за фехтовальщика одно удовольствие на самом-то бить. На самом-то деле бить. Вот, правда, кровотечение не работает, но все равно приятно. Но на следующих локациях, то есть в замке, не так уж профитно. Но на самом-то деле можно с ним бегать еще более-менее. То есть, довольно-таки хороший все-таки черепок даже для той локации. Да, конечно, очень медленно зачищает локу. Но при этом сам по себе довольно-таки дамажащий и удобный. Самое главное, удобный в использовании. Вот что нам дадут сичу. Я возьму теперь вот этого парня. У него, конечно, дальность атаки чуть меньше, чем у фехтовальщика. Но при этом он может замораживать. Причем тут дальняя атака, что очень хорошо. На самом-то деле, самый мой любимый черепок ледяной, это именно тот, у которого дальняя атака. Потому что есть тот, который призывает огромную сосульку, и есть тот, который самозамораживается. Вот тот, который призывает сосульку, еще более-менее. Но тот, который самозамораживается, вообще странный, как по мне. Хорошо. Отлично. Не забываем как можно чаще использовать приемы. Вот, потому что это помогает нам, как бы, вносить дамаг побыстрее. Так. Хорошо. Так, теперь лучника. Блин, конечно, очень много урона получил. Так, как видите, очень быстро справляемся. Криты летят. Криты теперь красиво выглядят. Я раньше не замечал, на самом-то деле, этого слэша по... Блин, не достал. И не замечал этого слэша по врагам. Вот. Ну, то есть... Слэш я называю, потому что кнопка на клавиатуре есть подобного... Подобного вида. То есть, обычная диагональная линия. Вот. То есть, раньше я этого слэша не видел. То есть, обычные удары, как удары. Но сейчас я начал замечать, не знаю. Либо это я потому что сконцентрировался и... Как бы, посмотрел. Либо это все исправили. И улучшили анимацию крита. Было бы прикольно, если бы он вообще там как-то отображался. Не знаю. Там эпическая такая, знаете, полоска. Действительно хорошая. Вот. И, возможно, все склоняется к тому, что я и цифры тоже не замечал раньше. И сейчас тоже не замечаю. То есть, это как должное, можно сказать. Вот. Поэтому то же самое с критами. Так же, как и с цифрами, которые я не вижу. Ну, по урону, который наношу. Так же самое и с крит. Крит точками. Ух-ух-ух. Какой хороший нам дроп падает. Слушайте. Я, наверное, классический черепок сменю на Джина. Потому что Джина это реально крутая штука. И тем более у нас смена персонажей. Это очень хорошая стратегия. То есть, меняться персонажами это будет очень здорово. Так. О, рандомно. Короче, атакует молнией кого-то из врагов. Так, давайте, наверное, вот эту штуку мы продадим. Йес. Это мы поднимем. И все. И давайте перекусим. Наша базовая атака увеличится, надеюсь, на ближайшие три локации. Это очень хорошо. Поехали. Так, попробуем. Сейчас, надеюсь, ближайшие три локации у нас... Ау. Не люблю эту локу. Все время здесь огребая урон. Как видите, урон большой. И довольно приятный на этом Джине. Вот. Нам комонку опять суют. В магазине намного лучше черепки, чем вообще, в принципе, в костях. То есть, как видите, приемчики довольно интересные. У Джина. Вот таким образом можем также еще замораживать. Отлично. Да, и очень большой урон, на самом-то деле, у Джина с дэша. О, со свапа. То есть, включ... А, у них был, оказывается, этот... Броня. Я-то думаю, а что они не этот... Не... Нокаются или как-то не станлочатся. Ой, а те тоже не будут станлочатся. Ладно, хорошо. Блин. Неприятно, когда они станлочатся. Вроде как привык уже. То, что подходишь к мобу, атакуешь его, и он тебе ничего не делает. А тут раз. И вот такая подстава. Блин, все равно попали по мне. Хорошо. Ну, если я буду почаще свапаться персонажами, то, мне кажется, я буду вносить намного-намного больше урона. Блин, не получилось. Айдь. О, да, кстати, криты теперь видны. То есть, даже криты, которые наносят... Вот. Даже криты, которые наносят враг, босс... То есть, они были заметны этим, как у Сюрикеном. Раньше Сюрикен просто летел, а сейчас видно, что он... Именно, скажем так, применяет криты. Вот, отлично. Теперь у нас босс. К сожалению, баф на... Увеличенную базовую атаку у нас пропал. Сейчас будем кое-как прыгать. Ну, на самом-то деле, Ягдрасиль не такой уж сложный босс. На самом-то деле, да, первые попытки были неудачными, но главное понять, куда его атаковать. Главное, понять, какие у него атаки. Блин, слишком... Рано... Начал он... Так, хорошо, вовремя. Так, хорошо, еще плюс надамажил. Ау... Не получилось задоджить. Очень быстро дамажим, если применяем почаще. Блин. Ау... Решил последний удар нанести, но при этом, как бы, он меня задел. Не успел я его, как скажем так, убить до того, как он убьет... До того, как он дамажит меня. Ну, ладно, ничего. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху. А нам дали очень много, я так скажу. Слушайте, наверное, мы... Так, эта штука что дает? Становая атака дает плюс 60 дамага. И мы возвращаем на 15 процентов, как бы, урона от нанесенного нам, я так понимаю, incoming. а точнее избавляемся от 10 процентов урона мне кажется вот этот молоток это как стандартная кираса и так понимает кираса вот и как бы только при этом станешь атака есть которая плюс 60 урон за каждый удар станешь атакой ну насколько я понимаю описание этого предмета могу я ошибаться на самом-то деле не повезло то что у меня джин на этом на этой локе потому что я с джином очень удачно проходил эту локацию довольно часто как видите за один прием ледяным рыцарем довольно таки удобно всех убиваю хорошо ну то есть урон действительно хороший хороший проходит возможно это из-за тринкетов ухты но вы только посмотрите при свапе сколько урона проходит даже увернулся скиллом интересно так сбавляемся от этих ребят сразу всех просто всех атаковал правда да немножечко урона получил давайте вот эту штуку сломаем скорость передвижения нам не помешает хотя я очень много времени потратил как пока я добивал так у нас рарочка давай чем быть что угодно только не бомбера пожалуйста пожалуйста ну а сломали мы это сломали мы платформу хорошо отлично буду зачищать полностью всю эту локацию знаю почему мне кажется это надо сделать да вот тут хил очки выпадает конечно же надо теперь хорошо отлично он вернулся так хорошо и на главное да вот эти вот турельки сломать мне кажется что за зачистку полностью локации нам что-то дают но блин как тут офигенно слушайте какие офигенные ресурсы нам падают можем заменить вот этот урон на вот этот мы можем максимальный запас здоровья заменить на который до 25 здоровья но при этом дает хотя не знаю стоит ли брать дает нам 10 10 процентов золота каждую я так понимаю локу но при этом 25 единиц здоровья увеличивает хотя у меня там на тридцатку не знаю стоит ли она того вот это что за штука кстати дальность атаки это у нас копье по-моему запускает и наша скорость атаки увеличится на 10 ближайшие три локи вот это хорошо на самом-то деле здесь ничего не хочу из ресурсов брать на самом-то деле есть получше так хорошо ну поехали поехали зачищать это все ау все равно меня тарелкой одной попали так давайте будем пытаться максимально все зачищать хочу еще вот здесь по по верху попрыгать возможно здесь кто-то спавнится но нет здесь никто не спавнится но ну и ладно эту штуку тоже надо сломать прям максимально буду зачищать мне кажется все таки что а знаете черепки нам дают по редкости как раз за то что мы зачистили абсолютно всю локу мне кажется за это нам бы какую-то плюшку ну хотя бы шанс дропа каких-то ресурсов увеличен улучшен блин ненавижу этих лучников честно хорошо здесь хоть не дам тебе кастануть уж прости так дальше у нас босс прежде чем попадем к боссу сделаем вот так вот просто поднимемся наверху и ей полностью всю локу изучим блин как а а да конечно всякие всякие турельки мне мешают ну ладно ну да ладно ну в принципе все локу зачистили конечно чуть меньше хп чем могло бы быть на боссе но ладно о кстати очень приятные боссы так первым делом я вот эту дамочку начну атаковать блин блин ломайтесь ломайтесь пожалуйста спасибо одну убил хорошо у нее голова лежит на земле блин это максимально крипово и странно ну да ладно так с этими ребятами справился но потратил всего лишь 20 хп но это наверно один-два удара критический шанс увеличен ну неплохо окей идем дальше ну то есть на самом-то деле как бы там странно действительно не звучало но джин это один из лучших таких как бы один из лучших зачистчиков зачистчиков блин за черепков которые которыми можно зачищать локацию замка это все обусловлено тем что у него самый удобный свап ну то есть самый дамажащий свап как по мне вычет я ну самый дамажащий свап для своей редкости во конечно есть свапы по и которые побольше дамажит так хорошо еще хилочка выпала вообще шикарно я фуловый и следующая у нас рарка что нам дадут нет 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 я определенно лучше выберу джина то есть в этом плане джин все равно обходит гонщика хотя гонщик имеет одну из самых таких удобных зачисток вот но при этом свап джина намного намного лучше вот единственное на кого бы я поменял этого или ледышку нашу это скорее всего шут 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 реально хорош шут реально хорош как бы там странно не звучало но шут хорош блин критулечки летят с невероятной скоростью вот видите шанс крита у нас повысился и при этом смотрите сколько раз эти слэши проходят по врагам сейчас конечно ни разу не прошло ну ладно так и это не босс это не босс это просто переход на локу хорошо так здесь взрываем блин даже некоторые не умерли что странно так хорошо еще молния добивает вообще щекас воу так меня там веником хотели ударить и вроде как увернулся а у этого я не ожидал так нужно солнечного мага атаковать потому что что такое блин отпрыгивает все равно попадает негодяй потому что все вот эти летающие солнышки как бы не очень весел веселая затея а блин щек еще один копейщик у которого дальность атаки миллион причем в разных направлениях неважно сверху снизу так хорошо этого добил теперь можно да чтоб вас негодяи как я не задел его или чего или мне показалось у меня вот этот парень задел да ладно да серьезно что ли вот эти вот их отпрыжки это самое ну не знаю самое неприятное что может быть здесь на этой локе на второй да конечно копейщики еще могут с ними посоревноваться из-за того что у недальность очень большая для милишников но так или иначе отпрыгивающие дальники это еще хуже мне как по мне да попробуй только отпрыгнуть еще раз это тварь опять отпрыгнула ненавижу просто так хорошо добиваем мяу все равно фоне прошлось несколько раз этим солнышком да ладно так ред рарочка у нас хорошо шут 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 это здорово это это круто берем что обязательно обязательно берем что-то че даже не сомневаемся короче имея два быстрых черепка наша атака наша атака с наш скорость атаки увеличится на 20 процентов чё у нас по черепкам один один сила другую скорость но к сожалению сегодня не мой день скорость передвижения или по-моему вот это кстати сфера неплохая максимально здоровье дает нам щит на 20 давайте наверное вот эту плюшку возьмем она будет немножко получше мне кажется и чё тут твоя атака короче по мне атаки ну-ка я так понимаю враги по мне промахиваются ближайшие две локации на дать попробуем ухты каугу я по-моему уже говорил да что джин офигене на этой локе да я скажу это еще раз на следующий кстати тоже потому что на следующий допустим если брать того же предатора то он только на этой хорош дальше он уже не так хорош это все как раз обусловлено тем что ау он не может остановиться во время некоторых атак а вот джин как бы он просто одну кнопку нажимаешь и он довольно хорош уже с одной кнопкой просто при свапе хоть ну шут конечно тоже довольно неплохо но шутом я буду от однозначно убивать босса это просто не обсуждается хорошо так сразу всех пытаемся зачистить вообще не забываем щит ставить на себе все-таки это наше здоровье как говорится сейчас то самое время когда нужно следить за здоровьем всякие эпидемии там ау что-то очень много вам не попало так хорошо отлично уворачиваясь обычными скиллами даже не дешиваясь отлично поехали дальше ау хорошо даже очень неплохо так нет ты сегодня не будешь атаковать дорогой друг ой для дальника это место прям идеально если бы у меня были одни милишники я бы проклянул этого парня вот потому что невозможно ау еще и упал охренеть ой молния прям хорошо так попало круто блин надеюсь какой-то легендарный мне выпадет черепок хотелось бы хотелось бы что-нибудь такое но нет не падает редкая но из-за редкой тоже может упасть что-то легендарное но нет то у нас просто рарочка но хотелось бы боксера хотелось бы ну бойца потому что это на самом-то деле тот черепок который прям вот прямо для меня на самом-то деле во всех играх я пытаюсь как-то ну в ролевых играх ммошках там того подобное я пытаюсь всегда выбрать какого-нибудь бойца у которого основное оружие это как раз его кулаки и вот этот черепок это идеально это идеально подходящий под описание как бы персонаж то есть реально здоровский Так, убиваем всех, отлично Да, конечно, шут при слайпе Такие себе способности имеет Ау Все равно попали по мне, да чтоб вас всех Хватит ЧБ использовать Нет, я дышится буду Да, что такое, все равно повал Не-не-не-не-не Не пойдет Ну ладно, убил их хорошо Но у меня очень мало ХП осталось Это вообще максимально плохо Мне бы как-то отхиляться Ау Нет, ну только Я еще затупил немножечко Я очень много ХП потерял Прям максимально много Блин, еще ловушки неудобные Так, хорошо Всех убил Но у меня все равно очень мало ХП осталось А там дальше боссы Держу в курсе А, 57 здоровья Сейчас два мини-босса Кстати, два мини-босса хороших Ладно, пойдет Согласен Блин Не заметил его А-а-а Тихо, нет Отлично Сбил Самое главное сбить Хорошо Этому атаку сбил Хорошо Отлично Главное здоровяка убить На самом-то деле Главное хилершу убить Хотя она хиляет только себя В общем, прикол Балансирует атаку Способностями На 25 чего Я не понимаю, что делает этот посох Но давайте я его просто продам Как вариант будет Вот, а критулечку заберем Ну сейчас у нас босс Но у меня всего лишь что здоровье Я не знаю, как я с ним буду сражаться Вообще На самом-то деле Такое себе Но тут единственное, что я буду шутом только сражаться Я не буду свапаться Не буду ничего такого делать Потому что джинном я не буду попадать Вот, здесь, конечно, лучше только шутом Но мне сейчас нужно максимально сконцентрироваться Потому что Здесь единственное, что нужно реакция Хоть какая-то Угу Так 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 Хорошо Угу Ау Хорошо Не, не долетело, блин Ау Добралась до меня все-таки Так Сейчас они вдвоем будут прыгать Ага Ау Этот последний не увернулся А, еще и не попал способностью Так Ау Не вовремя я нажал на кнопку Ну ладно Да, я же дэшнулся Странно Я тебя добью или нет сегодня Женщина Только не говорите, что вторая придет Отлично Фух Именно та Пришла ко мне И у меня сейчас 42 хп Я не знаю Будет сложно Так Ну вроде как Помню Надамажила Надамажила, блин Все равно Сейчас очень много будет лезвий Вау Почти попала Вот это самая неприятная атака у нее И она очень много раз сейчас будет так прыгать Главное, чтобы я попадал хоть одним кинжалом в нее За это все время Потому что это мой дамаг Непосредственный Опять будет сейчас И все равно попала по мне Так Так, а-а-а-а-а-а-а. Не получается уклоняться нормально. Щит. Нет, всё-таки добило меня. Так, хорошо, вроде уклонился. Задоржил. Нет, только не это. Так. Ну, хорошо. Ау. Не в ту сторону. Атаковал еще. Так. Могу нормально подамажить. Хорошо. Не дотягивайся, блин. Ау. На второй не хотел попадаться. Так. Ау. Блин, и вот эту атаку больше всего ненавижу у нее. Самое неприятное. Во время нее очень сложно найти на самом-то деле, скажем так, окно, чтобы надамажить. Блин, надамажила. Блин, не попал. Так. Опять ту же самую атаку производят. То есть там 3 или 4 прыжка. Ау. Ааа. Так. Доб... Йес. Я ее добил. Короче, шут это самый лучший, наверное. Самая лучшая арарка. Честно. Потому что с ней можно пройти и второго босса тоже. Это было проблематично. Конечно, если бы я пришел на квест с 200 хп, где-то 200 плюс. Ну, короче, с полным хп, с полным здоровьем. То я бы, наверное, все-таки, как бы, одолел ее даже без смерти. Без возрождалки и так далее. Но, как бы, сами понимаете, что сложно, сложно было. Хотя я очень сильно подставлялся последние комнаты. Вот так что, как-то так. И сразу дэшимся. Не даём вот этим парням кидать колбочки, потому что колбочки — это смерть. Как бы, главное — не попадаться на колбочки. Так, хорошо, добиваем. Тут. Держимся на расстоянии. Главное, чтобы вот эта фигня мне, в меня колбочку не кинула. Хорошо. Отлично. Его добили, и сейчас у нас будет череп... О, чёт легендарная. Просто тут без лишних слов, как бы. Самый лучший череп в игре попался. Пускай там взрываются. Главное — дышится, когда в нас летит. Это вся фигня. Вот. О, отлично. Замедление времени. То, что надо. Так. Так. Хорошо. Ау. Блин. Вот этот призрак будет меня ещё очень долго доставать. Вроде всё в порядке. Хорошо. Зачистили. Главное замечать, что по мне кидают эти колбочки. Вроде как научился немножко замечать эту всю тему. Вот. Причём замедление времени работает очень хорошо с вот этими ребятами. Вот. Блин, опять колбочки. Всё хорошо. Вроде как. Ну, 210 единиц здоровья. Я фуловый. Что очень... Не может не радовать, на самом-то деле. Так. Здесь вот эту фигню зачищаем. Блин, и сейчас колбочку кинет, да? Попытаются. Нет, я не заметил, как он колбочку хочет кинуть, потому что всё было в замедленном действии, и я не увидел. Ну. Так вот эту хрень добиваем. Блин, ладно. Я пожертвовал своим здоровьем, лишь бы добить, конечно, некроманта, который призвал бы голема. Странно то, что некроманты призывают голема. Они... Так. Скорость атаки увеличена на 15. Охренеть. О, а что это за 4000? Shoot ISIS. Freezing enemy super impact. Ну. Это, по-моему, даже лучше, чем то, что у нас есть. Это даёт щит. Нет, наверное, оставим щит, потому что щит — это дополнительное здоровье всё-таки. Когда мы делаем дэш, мы дамажим. 35% урона от нашей атаки. И 10% сопротивления урону. Чё мы можем продать? Скорость атаки, что ли? Нет, скорость атаки не хочу. Хотя здесь, смотрите, здесь... Скорость атаки 5. А здесь скорость атаки 15. Очевидно, что я выберу, конечно... Я выберу приз. О, и кулдаун у нас снижен на приёмы и... Свап персонажей. Так что... Блин, скорость атаки конкретно поредела. Так, всё здесь. Быстренько получив скорость атаки. Блин, грёбаные лучники. Я из-за лучников не могу нормально добить этого некроманта. Ну, то есть, потому что они там стреляют, а мне нужно именно некроманта бить. Поэтому не успеваю. И замедление времени не прокало, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. О, так я толпу. Бью. Хорошо. Блин, сколько цифр вылетает. Просто нереальное количество... О, хилка. Хилка, и дальше у нас идёт босс. Ну, на босса сразу нужно применить все спецы. Все специальные возможности, способности. Вот, а потом уже замедление пусть прокает. Так. А теперь... Ух ты! Я сбил атаку. Так. Так. Надеюсь... Сможем мы ему сбить. Да, ему мы сбили всё. Так. Отлично. Одного добили. Странно, она стояла в стороне и ничего не делала. А сейчас начинает телепортироваться и хиляться. Возможно, это её способность так... Ау. Не успел добить. Хотя думал, что... Ух ты. Что-то редкое. Ух ты. Что это? Восстанавливает... Восстанавливает... Здоровье. Здоровье. Как бы здоровье, это важно. Понятненько. О, отлично. Замедление времени прокунуло. Это очень хорошо. О, и отлично. И мне хилка выпала. Блин, ещё эти твари... Ещё эти твари кидаются колбочками. Вот. Меня, опять же, это локобесит только из-за тех... Из-за вот этих ребят, которые кидаются колбочками. Блин. И попадают каким-то чудом. Даже если пытаешься дешиться и так... Вот видите, как они кидают? То есть, они кидают по дуге. И как-то... Ну, то есть, по-разному. Если лучники стреляют по прямой, там какие-то копейщики как бы выпадом атакуют. И так далее. То эти ребята могут вообще по-разному атаковать. Так что в этом-то и проблема. Так, а кого я не убил? Хм, странно. На локе вроде все мертвые. Почему я не могу пройти сюда? Хм. Кого-то я, видимо, забыл. И кого же я забыл? Ну ты тварь, а. Запрыгнул сюда, негодяй. А мне теперь переживать, кого я там забыл. Да, здесь, видимо, проход есть. Да, есть. Или вниз можно сп... Нет, вниз нельзя спуститься. Придется вот так вот прыгать. Да, поехали. У-у-у-у. Ха-ха. Хорошо. Да блин, как они так... Сейчас расстояние прыгают негодяи тоже. Ау, нет, ты че... Я восстановлюсь. Ау. Да, очень много хп только что получил. Очень много урона, точнее, только что получил. Нет, не могу запрыгнуть с двойным прыжком сюда. Блин, у меня уже рука затекла, на самом-то деле. Она у меня уже болит довольно сильно. О, кстати, молния там неплохо дамажит. Надеюсь, здесь никто не заспоинится. Нет. Так, нам выпадает рарочка. Че у нас тут? Не, я даже комментировать не хочу. Типа, делать лучник араркой. Это верх безумия. Лучник вообще отвратный. Так, давайте немножко вот так понадамажим. А-а-а. А-а-а. Меня все хотят убить. Да ладно, неужели? Меня все хотят убить. Фух, вроде пронесло кое-как. Дэш, кстати, короткий очень у этого черепка. Хотя он очень даже сильный. Но дэш короткий. Так, замедление времени прокнуло. Хорошо. Блин, главное вот этих вот ребят убивать. Ты в смысле кидаешься в меня колбочкой? А не пойти ли бы тебе? Надеюсь, из них хилки выпадают. А-а-а. Чего? Откуда здесь голем? А-а-а. Это... Блин, я такой классный череп подбираю под конец. Только за что? Почему бы вначале мне не дать легендарный? Эх вы, разработчики. Че вы такую... Я даже уже ничего не говорить не хочу. Но, в общем, забег получился даже очень неплохой. Знаете, на самом-то деле, мои проблемы все решит. Победа над вторым боссом без использования дополнительной жизни. То есть, если я его убью, не потрачу дополнительную жизнь и пойду дальше. Таким образом, я хоть как-то максимизирую свои шансы на победу над третьим боссом. Вот. Ну, в общем, как-то такой забег получился. Надеюсь, в следующий раз будет больше легендарных черепков. Больше мифичи... Мистических черепков. Ну, и там два типа каких-то, но самых высоких. Вот. Надеюсь, конечно же, на жнеца. В будущем, опять же, боец. Это самое классное. Часто мне падает. Спасибо, благодарю. Очень приятно за него играть, на самом-то деле. Вот. Ну, не получилось на этот раз, но ничего страшного. Ребятки, ставим оценочки этому видео. Пишем комментарии. Не забываем подписываться на канал, если вы здесь впервые. И увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok